Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николай, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николай, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николай, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 мая. Продание святого мученика Христофора. Об этом присланные мученики рассказывают нечто странное и необыкновенное. Будто он имел песню голову и происходил из страны видоедов. Память святого Христофора весьма чтится как на востоке, так еще больше на западе, особенно в Испании. На западе прибегают к нему во время заразительной болезни. Одни утверждают, что святой Христофор по происхождению своим был ханомеем. А другие производят его от каменья, от слова камень, собака. Или кинокефалов. Это собака и голова, производная от двух слов. Антропофазов. Человек и есть. Песни вид святого на славянском, в Кадамском прологе отвергаются. А Никодим в стеноксарисе дает ему только безобразный вид. Когда одним комитом, так называли старские телохранители, а впоследствии этот титул стал прилагаться вообще к лицам, составляющим свиту проконсулов у гостеначальников. Когда одним комитом он взят был на войне, в плен, то не обладал даром человеческой речи. Он помолился Богу, и Господь послал к нему ангела, который сказал ему, мужайся, репрев. Таково было его первое имя. А потом прикоснулся к нему устам и сообщил ему через эту способность говорить. Когда после этого он прибыл в один город, то стал обличать тех, которые преследовали христиан. За это некий Вах избил его, и он в ответ на это сказал Ваху, что принимается смирением от него побои только ради заповеди Христа. А если бы он поддался гневу, то не устоял бы ни сам Вах, ни даже силы императора, который надбратил бы в ничто. Вскоре за ним было прислан 200 человек воинов, чтобы привести его к императору. Согласно с греческими прологами, Астима не полагает, что это был император Беки, царствовший в Римской империи с 249 до 251 года. И когда они шли, то на пути совершенно сухой жезл, бывший в руке святого, чудесно расцвел. А затем, когда во время путешествий воинов не хватило хлеба, то он умножил его в изобилии. А это великое чудо привело в удивление воинов, и они уверовали во Христа, и вместе со святым были крещены антиохийским епископом, святым священным мучеником Вавиловым. В память 4 сентября. Причем святому вместо репрела дано было имя Христофора. Когда святой приведен был к императору, то последний приведен его почувствовал ужас, и неожиданно упал назвичь. А потом, пришедшись на себя, задумал заставить его отречься от Христа, но не явными мерами насилия, а хитростью. Сперва изменить его настроение, а потом лаской склонить его к исполнению своей воли. С это целым велел позвать двух женщин, блудниц, красивых лицом, и готовых отдать себя на блудные соединения, которые соблазнительными беседами возбуждали в молодых людях непреодолимое безумное стремление к блудодеянию. Имя одной из этих женщин было Калиникия, а другая Келлина. Император велел им войти к святому и внушить ему различные соблазнительные мысли, как это было у них в обычае, чтобы, побуждая на преступную любовь к ним, он согласился отречься от веры во Христа и принести жертву языческим богам. Но святой Христофор стал их получать в вере во Христа и своим словом отвратил их от идолослужения. Вернувшись к императору, они объявили себя христианками, за что подвергнуты более жестоким лечениям и, потерпевши таким образом страдания за веру во Христа, восприняли мученические венцы. Сильно раздувавшись на этих женщин, император велел привести к нему святого Христофора и стал издеваться над ним по поводу необыкновенного вида его лица. Но святой в ответ на это назвал его вместивищем действий дьявола, ибо такой смысл имело имя императора Декия. После этого император приговорил к смерти тех 200 человек воинов, которые были посланы, чтобы привести к нему святого Христофора, и которые приняли святое крещение вместе с ним, так как они пришли к святому и на глазах императора поклонились ему. Он велел всем им отсечь голову, а тела их сжечь. Святой уже Христофора приказал заключить в небе сосуд, прибить его в небе гвоздями, а затем сосуд раскалить. Но когда это было исполнено, то святой остался невредимым. Не испытывая никаких страданий ни от ковня, ни от приглаждения, он стоял в раскаленном сосуде, как бы в какой приятной прохладе. И многим из присутствовавших это показалось обманом. А верующим святой совершенно правдиво и с радостью рассказал, что во время истязания он видел какого-то весьма высокого ростом и прекрасного видом одетого в белые одежды мужа, который, исходящим от него светом, превосходил солнце и имел на голове свой блестящий венец, что его окружало множество воинов, которыми какие-то черные смрадные арапы вели борьбу, стараясь схватить и увлечь его. Но этот страшный вождь с гневом взглянул на них и своим взглядом привел в смятение и поразил все это вражеское воинство, а ему дал силу без вреда перенести мучения. Слыша такой рассказ и видя святого совершенно невредимым, многие из народа поверили ему и обратились ко Христу. А затем вынули святого из раскаленного сосуда, за что и были изрублены царскими палачами. После этого святому Христофору привязали на шею камень и бросили его в колодец. Но ангел извлек его оттуда, а там вынули на него раскаленные медные одежды и наконец оттекли ему мечом голову. Святой мученик скончался в Литне при императоре Бекии около 250 года. Память святого Христофора и других святых мучеников, с ним пострадавших, празднуется в Кипарисии, в день его кончины, близком к одной кончине святого великомученика Георгия. Кипарисий или Кипарис, это местность в Константинополе. Благодаря Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok